Добрый вечер, девушка. Девушка, курить нельзя в эфире, нельзя. А я не курю. А что вы делаете? Нет, я не курю, это чай. А, у вас горячий чай. Как вас зовут? Гюля. Так? Здравствуйте. Гюля, у вас такой горячий чай. Честное слово, вот чай допила. Хорошо, я вас слушаю, Гюля. Как горло болит, поэтому я немножко хриплым голосом говорю. Я хотела сказать, что я бакинка коренная. И мы выросли с 70-х годов, да, я с 70-го года рождения. Ирина Ханум, наверное, смотрит нас. Наверняка. Хотела сказать, что, Камрин, спасибо большое вам за эти вот эфиры. Я вас постоянно смотрю. Я певица шансона. Работала 25 лет в Москве. И я сейчас домой пришел, мне голос просто сел. Я прошу прощения. И работаю в ресторане, русском ресторане. Здесь пишет Гюля Ханум из Гресса. Гресс в Северном жиле? Да, Северный Гресс. Да. Северный Гресс, 230-я школа. Я приветствую тебя, Гресс. Спасибо за большую работу, то, что вы делаете. То, что говорит агитация, магитация. Каждый кричит со своей колокольни, родной мой. Я поддерживаю. Я с вами. Но вот Ирина Ханум одно слово неправильно сказала. Я с телевизор убавлю. Я пью горячее молоко, горячий чай, чтобы голос, да, немножко это самое. Она джирарам, мырарам такие вещи говорит. Это неправильно. Это неправильный разговор. Мой хороший. Да, если наши мужчины, на войну пошли наши мужчины, сражались за наш Карабах, за наш Карабах, наши мужчины. Не дай бог, все мужчины бы умерли бы, не дай бог. Мы пошли бы все за Карабах. Хотя я в Карабахе никогда не была. Я Бакинка, я Северный Гресс, Москва, Баку, все. Я в Карабахе. Моя мама в Кельбаджаре часто отдыхала на санаториях. И Ирочка, родная, моя хорошая, ты говоришь, я хочу свой дом, свою квартиру на Невчилляре, там, Восьмойская. Я хочу квартиру в Карабахе, свой дом. Моя хорошая, а наши что делать нашим? Наши тоже не хотят, что ли, наши не люди? Ира, моя хорошая, наши не люди. У нас есть такое слово, я не могу как-то передать вам. Это. Я к тебе домой не приду, я приду как гость, но я не скажу, что это мой дом. Понимаешь? Я, конечно, своим внукам, правнукам буду говорить, что это мой дом был. И так, что вот моя внучка Джабраилская, да, мою дочку я дала за Джабраилского, до сих пор моя гуда говорит, что, Юля, когда мы возьмем Карабах, когда уже война была, я тебе дам 6 соток, я говорю, я с удовольствием приеду в Карабах. Это моя мечта. Я никогда там не была. Я горжусь, что я гражданка Азербайджана. Я горжусь, что у нас есть такие сыновья, как ты, и в твоем лице наши шеиды, и в наши ребята, которые дали жизни, свои раненые, и все, я это все пережила. У нас тоже мои сестры мужа убили на Первой Карабахской войне. И поэтому, Кемран, Джану Мярик, мы с тобой. Пусть что хотят, говорят. Есть история, есть, как говорят, статистика, есть корни. Я говорю, дом без фундамента долго не продержится, Кемран. Понимаете? Дом быстро развалится. Вот 30 лет они продержали, дарит Карабах. Илья, то есть, да, ай, Кёпеюшары. Илья, то есть, да, пищи Илья, то есть, да, вот, Гурбан сена. Они не сделали ничего, Кемаш. Сена Гурбан. Они не сделали, дарит тулар, тёх тулар, бюль-бюль кюнахамеды. А пюль-бюль язгин, он не шпили, и лярдис. Пищи Илья, мярдис. Апу кишины баласы галли, аллых, и мы за какие-то, за какой-то год, мы там что-то, то, что не сделали. Я мечтаю работать и жить в Карабахе, будто Чебакинькой. Честное слово, Кемаш, я люблю вас, не хочу ваш эфир засорять. Честное слово, я не политолог, я не политик, я не историк, я обыкновенная певица шансона, актриса мускомедии. Юля Агазады, меня все знают. И поэтому, Кемаш, я спою. Спасибо, я восстановлюсь, я спою как-нибудь. Как-нибудь спою, Кемаш. Обязательно. Да, Чайнахим Гарабах. Да, Чайнахим Гарабах. И одно слово хочу сказать. Когда я работала в Москве, там танцовщица была одна, арабские танцы танцевала, звали её Шушана. В один прекрасный день она говорит, пришла так, пришла с понтами. Ах, Чай, ты знаешь, я поеду с мамой в это лето, а я не могла приехать, потому что я дачу строила. У меня папа покойный был парализован, я деньги зарабатывала. Тогда ещё военное время, это 2007 год, да, вот так вот. А она говорила, я поеду в Шушу, у нас там санаторий, мы будем там отдыхать. Я как этим ушах, бойным бюхтюм, я прошла, и когда села в город, я сказала, Шушана, а разве как можно поедать в Карабах? Я пойду, повезу маму свою туда, в санаторий, говорит она. Я говорю, Шушана, а почему? Да, да, да. И мы совсем, когда победа была, и вот когда мы отмечали в своём ресторане, я не буду, реклама могу сказать, где я работаю, что чего, когда этот Карабах мы взяли, и когда мы победу эту праздновали, представьте, что было со мной, какая я была счастливая. А ты бы, да, Юля, ты бы у неё спросила бы, да, Сору Шардан, да, ей бы задала бы один хороший вопрос. Шушана, да, её зовут, правильно? Да. Да, 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 Шушана, Шушана. Её звали Шушана, правильно? Да, да, Ереванская, она в Ереване жила. Ереванская Шушана в честь города, правильно? А почему её не Шушина звали, а Шушана? Они же в городе Шушина называют. Тогда получила она Шуши, да, Шуши. Шушина, да, да, Шушина. Да, они же Шушина называют. У них ещё была одна там, это, Шушан Степанян, да, одна этот, тоже это, журналист. Шушана, Шушина. Да, возраст всю жизнь Шуша был. Мы же хотим, что они наш Шуша назвали Шуши, когда вот наш флаг поставили там, и Шуши там было написано, и уже было Шуши надо. Когда наши поставили уже Шуша, тогда я уже сказал. Она, видимо, настоящая патриотка, да, танцует арабские танцы, носит имя Шуша, и ещё хочет туда ездить в санаторий. Хорошо, мой танцы. Ты знаешь, нет, честного слова нет. О, нет, да, я знаю, нормально. Ты знаешь, Камыш, дело не в этом. Мы все люди, нас всех матеря задела. У тебя кровь красная, у меня тоже кровь красная, у неё тоже красная кровь. Просто немножко надо читать историю. Просто читать немножко это эго свое, вот эго, это и мы, армяне. Думали, у меня был достойный, азербайджан, а ты ядом нашел, он в Ахтаре Снепанаке, кто-то тойлара едет, синтезатор чалан, да. Тогда они ставили, он когда сказал, что Гюля, они перед нами гатыхы, гатых стакан-бы горят, да, помнишь? А они переворачивали вот это вот, переворачивали, и гатых держался, да, на этом стакане. Они говорят, мы армяне, мы делаем это не из-за себя, а из-за себя, что мы армяне. Понимаешь? Дело в этом. Я, да. Гатых правда было. Гюля, Гюля, люди здесь пишут Ханкянди, Ханкянди, я понимаю Ханкянди, но еще раз призываю, в своей истории не бойтесь. Город Степанакерт, мы назвали, Азербайджан назвал, не армяне, понимаете? Ады без вермищей, Степанакерт. Неджи Хатай район был, Степан Шаумян району, это также был Степанакерт без адвермищей. этим есть, Степан Шаумян, ильмяалты, комиссар дамбери, ильмяалты комиссарда, кучаси варыды, и парк варыды, без адвермищей. Сейчас это Ханкянди, но это наше наследие, это не армяне мы думали. Так что, потом были песни, кавказские пионеры, Юрия Гагарина, Степанаван Варады, Степанавана Гетельдик. Эту историю мы видели, это не ты мне говоришь, не армянин говорит, не азербайджан, это я знаю, это я, это все пережили мы. Понимаешь, не надо историю менять ради чего-то. Я все понимаю, я понимаю, вы хотите сказать, что мы армяне, я все понимаю. Правильно, любить свою нацию надо, но не до такой степени, ребят, немножко надо адекватно любить, да, свою нацию. Я тоже своего президента люблю, я свою первую леди люблю, когда я их виду по телевизору, я всегда плачу. От счастья, я гаражу, с вами президента, потому что, Хараса, гетсэ, о, башу, буты у кадыда, по-кишу, данный шут, по-кишу, 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 по-атасу, по-кишу, по-каме, по-каме, Гюля, гюля, нарахтолма, эмэктер артисти, вермейлер сене. Мэли, мэли, ати-атры, геттер, Я так в сериалах снимаюсь. А что я буду правду? Что я буду обманывать? Я в театре, я пою ведущие рестораны. Юля, я тебе честно скажу. Самые счастливые два дня в моей жизни, когда первый день, когда я бросил пить в 2002 году, и самый второй счастливый день в моей жизни, в 2004, когда я ушел из театра русской драмы, я уволился. Это были два величайших поступка. Увольнение из театра это для меня самый счастливый день. Да, мы сами на себя работаем. Конечно, сами на себя. Позвали на банкет ведешь, позвали на свадьбу поешь. Нет, театр 15 репетителей, 25 прогонов и зарплата 100 долларов в месяц. Пускай там народные, заслуженные зарабатывают. Но я из меня 7 лет жизни положил на тюзы, на русскую драму, а в конце сказал спасибо вам и до свидания. Вы театральный закончили? Вы какую кризису закончили? Я подступил в театральный в 99-м году. К сожалению, уже в 2 года в тюзи поработав. Ты и Мурчин им вахлара. К большому же 7 лет жизни. Просто театр очень много времени забирал. Ладно, в общем, опираемся, Ангелечка, хошпахтал. Сау. Спасибо, извините, помешало вам немножко, ребят.